Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. 23 февраля поздравляю всех мужчин, которые есть у меня на канале. Их немного, но все-таки они есть. Я вас поздравляю с вашим мужским праздником. И хочу, чтобы вы оставались всегда сильными мужчинами, крепким, надежным плечом для ваших родных, близких, жен, матерей, детей, чтобы вы всегда были опорой. Здоровья вам, дорогие мужчины! Будьте всегда мужественными, будьте счастливы, любви вам, взаимопонимания и гармонии в семье. Ну, а сегодня у нас на улице пасмурно. Еще лежит снег, но он так это хорошенечко осел. На дорогах, конечно же, непонятная каша. Иногда ездит, я не могу сказать, что дороги не чистятся. Конечно же, не так часто, как в Москве. Но зато здесь большой плюс. Здесь не сыпят реагенты вообще. В Центральном парке посыпают песком. Да, именно песком. Вот такая роскошь в городе Чеплыгин. Уже травка там виднеется над нашей ямой. В общем, надеемся, что скоро снег совсем сойдет. И мы все вывалим дружно на дачи, в огороды и будем заниматься там. Кузьма здесь у нас сладко спит. А я приступаю к работе и покажу, что я сделала вчера. Вчера видео не выходило. Друзья, ну, очень устала. Ну, и особо говорить было не о чем. Конечно, можно было ради галочки снять что-то, наговорить. Но я так не люблю. Должно быть что-то полезное и интересное в видео. Ну, во-первых, хочу показать вам отчет о проделанной работе. Все кирпичики в этой комнате все выложены. И, представляете, вчера выкладывала до кирпича рассчитала. В общем, у меня не осталось ни одного кирпичика. Вот прям, можно сказать, под расчет без сдачи. Чему я очень-очень рада. Вот такая красивая стена получилась. И осталось сделать кирпичики мне в прихожую. Ну, так скажем, в прихожую. Она у нас большая. Эта комната сразу после терраски. Там будет стоять диван и все. Ну, может быть, какая-то полка для мелочей. Ну, да, тумбочка там такая стеклянная, икеевская. Опять же, икеевская. И все. Вот для этой комнаты я посчитала. У меня уйдет еще два мешка гипса. У меня их осталось девять. Всего было четырнадцать. То есть, вот на вот эту стену, на кухню, ушло, получается, сколько? Пять мешков. Останется гипс. Может быть, для Танечки кирпичики сделаю. Вот. И для дочери. Дочь тоже будет, скорее всего, кирпичиками выкладывать на балконе. Но, может быть, еще какую-то стенку. А, может быть, и вообще ничего не останется. Я имею в виду впрок для изготовления лишних кирпичиков. Но то, что мне этот гипс придется весь-весь выложить, вернее, сделать кирпичики из всего гипса, это факт. Потому что скоро нужно будет освобождать эту комнату. И в сарай вынести нельзя, потому что это все пропадет. Как бы он хорошо ни был упакован, влага и гипс превратится в камень, чего я очень-очень не хочу. Вот сейчас, для сравнения, посмотрите. Вот эта стена уже покрашена, а эта стена не покрашена. Конечно же, здесь есть и остатки клея, на который я клеила плитку. Помните, да, что это просто разведенный витамин, шпаклевка, финишная шпаклевка с добавлением клея ПВА. Ну, будем называть, что это мой плиточный клей. Вот здесь вот видно остатки, не остатки, но когда клеилась вот этот клей, конечно же, это некрасиво. И вот стена, которая уже покрашена. Естественно, я все здесь буду красить. Единственное, эту стену я сегодня прогрунтовала. Ну, очень много было вот этих вот, остатка этого клея я прогрунтовала. А ту стену даже вообще не грунтовала, сразу красила. Так что, друзья, все возможно. Как бы много информации, что обязательно надо грунтовать. Да, ничего не обязательно. Как сделаете, так и сделаете. И никто эти правила не устанавливает. Попробуйте и поймете, что нет таких уж обязательных правил. И сейчас буду красить. Вот хочу поделиться еще одним лайфхаком. Посмотрите, какую полочку я сделала над розеткой. Ну, это просто очень удобная полка. А почему, какая мысль возникла у меня ее сделать. Там вот видите, как пришелся кирпичик на розетку. Не очень красиво. Не, ну можно, как бы я вот сейчас сниму эту полочку, вы посмотрите. Она, кстати, мобильная, она полностью выставляется. Это обычный уголок. Вот он здесь тоже на Асаюзке. Просто уголок для окон, для дверей, для чего хотите. Мы делали этим уголком наличники. Убирали пластик, вы помните. И делали этим уголком наличник. Конечно, окна с этим деревянным наличником смотрятся, ну, очень красиво. Вот остался у меня кусочек. И посмотрите, как это здорово пригодилось. Я сейчас уберу. Вот такая полочка для зарядки, для пульта от люстры. Вот она сейчас, наверное, прилипла. Ой, даже не буду. Видите, я ее покрасила, и она была, ну, как бы мокрая от краски. Я туда ее вставила, она, по-моему, даже приклилась. Ну, не буду даже тогда и выдирать. Пусть будет покрепче. А так, в принципе, вот она вставляется, вот эти пазы, расшивка между кирпичиком. И все, и там держится. Можно ее ничем не крепить. Вот надо же. Даже я не знала, что она приклеилась. Очень, даже очень хорошо. Вот. Так что, вот такая мелочь. А как же это удобно для, особенно, когда вы заряжаете телефон, чтобы он не валялся на диване, где-то там у вас под пятой точкой, чтобы вы не сели случайно на зарядку, которая ломается от этих действий. Вот такая замечательная полочка над розеткой для всяких-всяких мелочей, для пультов, для телефонов. Ну, можно еще что-нибудь туда, какую-то мелочь положить. Можно ручку положить, блокнотик. Иногда вот так вот звонят, записать. И пока найдешь эту ручку, пока найдешь эту бумагу, а сюда вот можно со временем. Я поставлю блокнотик, ручку, и вот такой мини-органайзер получился. Вот еще мини-органайзер. Это коробочка из фикс-прайса. У меня их много. Если вы давно на канале, вы знаете, у меня их, по-моему, четыре вида я насчитала сейчас. И цветы в них стоят. Вот как, например, вот здесь та же самая коробочка, но немножко другого формата. И светильник из бутылки мы с вами делали. Есть видео на канале тоже в этой коробочке. Вот такая вот интерпретация. Это я напоминаю. И еще два вот таких светильника. Это я разобрала. Здесь была такая люстра плафона я использовала. Тоже. Тут уже совсем другая интерпретация этой коробочки. Все это из фикс-прайса. Вот видите, сколько идей. А вот эти коробочки. Это вообще мне очень нравится. Они висят на кухне, на стене. Это совсем другие коробочки. Тоже из фикс-прайса. И тоже это коробочки под вино. Посмотрите, как хорошо вот эта виноградная гроздь гармонирует. Вот вон с тем панно, которое я привозила из Крыма. Не помню, какой год был. Наверное, девятый. В общем, все как-то очень хорошо вписалось. Что еще сегодня я сделала? Вы видите, опять же, и киевские фонарики, и киевские кронштейны. Теперь висят у меня вот эти фонарики на вот этой осоюзке двух комнат. Здесь раньше была стена. Вот этот фонарь, скорее всего, перекрашу в черный цвет. И есть у меня краска в баллончике. Перекрашу. А может быть и не буду. Ну, как инь и янь. Вот. Очень красиво все гармонирует. Красиво смотрится. Вот. Я думаю, что вот такие вещи, вот такие мелочи очень добавляют комфорта, уюта в ваш дом. И сегодня хочу рассказать вам об этих корзинах. Я уже вам их как-то показывала, но не рассказывала подробно. И вы, несколько человек, у меня спрашивали, расскажите, дайте ссылку. На тот момент ссылки у меня не было. А сегодня моя любимая Анфия, с которой я общаюсь, сотрудничая с магазином Нью Шик, выслала мне ссылки на эти корзины. И, конечно же, ссылки на скидки, если вы захотите что-то купить в этом интернет-магазине. Для вас будут дополнительные скидки. Значит, эти две корзины разных размеров. Это водоросли. Очень хорошо сплетена корзина. Разные цвета. Здесь вы видите и оливковые, и бежевые, и светло-бежевые. И стоят эти корзины 26 долларов 2 штуки. Повторюсь, что будет дополнительная скидка, но там, по-моему, от суммы какого-то заказа. Меня что поразило, что эти корзины дошли из Китая всего за то ли 12, то ли 13 дней. Это очень быстро. Значит, опять же, я обожаю вещи из ротанга. Вот вы видите и этот сундучок, которому уже столько лет ротанговый. И вот этот столик я сделала из джута. Ну, в общем, просматривается такой эко-стиль, который нынче в моде. Значит, смотрите. Это корзина. Еще, ну, во-первых, если вот так поставить, то это совсем по-другому выглядит. Можно хранить что-то в них, а можно, конечно же, просто даже ходить в магазин с такой корзиной, а может быть и за грибами и ягодами. Очень легкая. И она еще собирается. Вот такая же большая. Очень аккуратное плетение. И если мы вот так вот ее соберем, у вас получится вот такая корзинка. То есть это своего рода корзина-трансформер. Ссылки, конечно же, я оставлю под видео. Кто не знает, ищите слово «Еще» в правом нижнем углу под видео и заходите под эту вкладку «Еще». И там будут, я размещу дополнительную информацию и на этот интернет-магазин, и, конечно же, дополнительные скидки для вас. Ну, очень добротные, интересные корзины-трансформеры. Ну, а я еще раз благодарю интернет-магазин «Юшик» за предоставленный товар. Ну, очень просто, очень понравилось. Теперь еще хочу поделиться одним лайфхаком. Я люблю простыни на резинке, натяжные простыни, но не все у меня таковы имеются. И вот, смотрите, что я придумала. Если, конечно же, у вас такая кровать наподобие вот как у меня, когда просто лежит матрас, как на постаменте, просто завяжите узелок со всех четырех сторон, и ваша простынь не будет никуда двигаться. Вот так я решила проблему ненатяжной простыни. Просто завязала в узел. Вот Монечка пришел помогать со всех сторон. С тех сторон у меня не получилось. Только с двух сторон не позволяет размер простыни. Вот еще сегодня. Помните, я покупала пододеяльник для шторы? Штору я одну пошила. И больше шить не буду, ну, за ненадобностью. У меня остался громадный кусок этого материала. Это был пододеяльник. Вот из этого пододеяльника я пошью шикарную простынь. Единственное, мне нужно будет немножко доточить, чтобы она была большой, и чтобы вот эти узлы можно делать с четырех сторон. Мне кажется, это проще, чем пошить натяжную простынь. Так что вот у меня по плану еще сегодня вот пошив простыни. Чуть не забыла, как-то был вопрос. Елена, покажите, как вы, ну, обходите вот эти вот места. То есть там, где розетка, там, где выходит провод под бра. Как вы это дело обкладываете кирпичиками? Вот, друзья, показываю. Все зависит от ситуации, куда приходится кирпичик. Вот видите, здесь пришелся кирпичик, ну, прям вот чуть-чуть, вот прям с краешку. Здесь просто выпиливаем. Вот вы видите. Ну, конечно, примеряем и выпиливаем вот это вот место. Потом плоскогубцами вот это все дело выкусываем. То есть сделали два пропила, плоскогубцами отломали. Гипс, мягкий материал. Это очень просто сделать. Вот в этом проводе вторая жебра. Здесь я решила сделать по-другому. Что я сделала? Я, вернее, так пришлось. У меня был как раз кусочек вот такой плитки. И я решила просто доточить второй кусочек, чтобы не выпиливать вот это вот место. Здесь побольше уже нужно было расстояние. Видите, побольше нужно было бы мне выпиливать. Поэтому что я сделала? Я здесь напильничком просто вот так вот сделала несколько движений. И вот как бы вот такой овал. И то же самое, но здесь побольше. То же самое, видите, двойная плиточка. Но она соединяется. Вы потом вот так вот подточите напильничком. И она, когда покрасится, вообще ничего не будет видно. Да и вообще здесь же будет кольцо от бра, ну, основание. Но все равно хочется аккуратно, даже если это не будет видно. Я что в вязании придерживаюсь правил, чтобы все было аккуратно и красиво. Да и в ремонте тоже. Поэтому вот от второго кусочка, вот маленький кусочек этой плитки тоже здесь сделала. Наточила, так скажем, выточила вот эту вот напильничком дырочку. И все. И приклеила все провода. Вот Лешек послезавтра... Ой, послезавтра-завтра Лешек приезжает вечером уже на пять дней. И будем и бра вешать, и будем заниматься полом здесь. Очень много проблем я уже вам рассказывала. То есть будет поднимать все это на три сантиметра. Ну, что-то вот керамзит никак мне не везут. Хотя он уже оплачен в магазине. Надо будет им позвонить. Вот. Так что вот такие наши дела. Вот такие наши новости. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее коротенькое видео. Надеюсь, вам было интересно. Может быть, что-то полезное для себя вынесли. Мне будет очень радостно, если это так. Ну, а мы продолжаем работать. Монечка будет нам помогать. Вот. Да-да-да. Нам туда обязательно надо залезть. Моня, покажи, как ты это делаешь. Покажи, как ты это делаешь. Не хочешь? Не хочешь показывать, сладкий? Все, друзья. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. И наш прекрасный котик Монька. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok